Кукуруза Кукуруза Мучнистая центральная часть зерна Втягивается внутрь во время созревания Что придает ей форму резца Отсюда и название Этот вид кукурузы используется для производства муки А также в качестве корма для животных Кремнистая кукуруза В отличие от зубчатой Имеет зерно с очень мелким центральным мучнистым участком И более крупной стекловидной частью Поэтому ее в основном используют как крупу для поленты Кукуруза для попкорна ЗМС, микросперма или эверта Зерно, которое лопается при приготовлении Опыление Кукуруза Однодомное растение То есть на одном растении Есть мужские и женские цветки Мужской цветок находится в верхней части стебля А женский По середине стебля В набухшей части будущего початка Из которой выступают только рыльца Каждая рыльца связана с яйцеклеткой Которая после опыления Даст зернышко на початке Кукуруза Алагамна То есть одно растение Оплодотворяет другое Она также Анимофильная То есть опыляется ветром Который переносит пыльцу Иногда на расстоянии Более 10 километров Кукурузу следует сажать группами Не менее чем в три ряда Чтобы ветер мог переносить пыльцу Достаточного количества для опыления При посадке в один ряд Опыление будет плохим И початки не будут налитыми До времени сбора урожая В некоторых районах Кукурузе прилетают пчелы Которые привлекают Внушительное количество Производимой пыльцы Одно растение Может произвести До 18 миллионов Пыльцевых зерен Чтобы избежать Нежелательного скрещивания Два сорта кукурузы Должны быть посажены В пределах Трех километров Друг от друга Это расстояние Может быть уменьшено До одного километра Если есть такой Естественный барьер Как живая изгородь Также возможно Практиковать изоляцию Во времени Два сорта кукурузы Высеиваются в одном саду С интервалом В несколько недель Следует следить за тем Чтобы мужские цветки Первого посевного участка Кукурузы Высвободили свою пыльцу До появления Женских цветков Второго посевного участка Кукурузы Иначе перекрестных Скрещиваний кукурузы Не избежать Для этого метода Необходимо будет Учитывать продолжительность Вегетации Которая варьируется От 55 до 120 дней В зависимости от сорта Практически невозможно Защитить ваш сорт От больших площадей Промышленных гибридов Кукурузы В этом случае Ручное опыление Является Решением проблемы Для производства семян При таком методе Ряды должны быть Далеко друг от друга Чтобы между ними Было достаточно места Нужно запастись Бумажными пакетами Прочными от дождя Растения кукурузы Цветут в течение 10-14 дней Процесс ручного опыления Занимает 3 дня Первый день Посвящен упаковке В пакеты Женских цветков Вы должны сделать это До того Как крыльца Появятся Из маленьких початков Если они уже появились До упаковки В пакеты То уже слишком поздно Для начала Мы обрезаем Верхушку листьев Окружающих Маленький початок Что позволит Рыльцам Появиться В центре отверстия Затем Помещаем початок В пакет И надежно Закрепляем его У основания Упаковка Мужских цветков Происходит Утром Третьего дня Когда из вертикальных И боковых Стеблей Цветоносного Стержня Начинают Выходить Пыльники Мужские Органы Будьте осторожны Если пыльники Все еще Зеленые Пакеты Могут Приостановить Их развитие Перед упаковкой Растения Встряхивают Чтобы смахнуть Пыльцу Других сортов Возможно Принесенную Пчелами Таким образом Чтобы собрать Пыльцу Которая Выделилась Утром Большая часть Пыльцы Выделяется После Высыхания Росы И до Полудня Помогаем Помогаем Ей Упасть Нанося Несколько Ударов По цветкам Опыление Вручную Проводят Около Полудня В тот же День Потому что Во второй Половине Дня Пыльца Может Перегреться В пакете И будет Нежизноспособной В конце Утро Перед Жаркой Погодой Открывают Разные Пакеты Для сбора Пыльцы И ее Смешивают Затем Открывают Пакет С початком Рыльца Вырастут На 3-4 Сантиметра За два Дня Пыльца Наносится Кистью На все Обнаруженные Рыльцы И по всей Их Длине Наносят Одну Чайную Ложку Пыльцы На початок Пакет С початком Немедленно Закрываем Оставляя Достаточно Места Для его Роста И развития Рыльца Восприимчивы К пыльце В течение Нескольких Недель Таким Образом Початки Оставляют В пакетах До сбора Урожая Цикл Развития Кукурузы Кукуруза 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 Как и кукуруза Для потребления В общем Вы должны Убедиться Что вы Выбрали Сорт Кукурузы Адаптированный К вашей Среде Для поддержания Хорошего Генетического Разнообразия Рекомендуется Выращивать Не менее Пятидесяти Растений Одного Сорта А лучше Двести Растений При отборе Отдавайте Предпочтение Растениям Которые Развивались Правильно И в соответствии С критериями Сорта Учитываем Размер Цвет Жизнеспособность Скороспелость Размер Початка И насколько Хорошо Он Обернут Початки Могут Высохнуть На растений На грунте Кукуруза Зрелает Тогда Когда Ноготь Больше Не входит В зерно Початки Можно Отделить От стебля Шелуха Оттягивается Назад Чтобы Раскрыть Початки И Их Ранят В сухом Проветриваемом Месте Также Можно Срезать Целые Растения И Дать Им Высохнуть Под Подновесом Извлечение Сортировка И Хранение Семян Початок Початок Должен Быть Выбран В соответствии С формой Семян Цветом Количеством Рядов Зерен И Их Упорядоченностью Или Текстурой Лучше выбирать зерна для семян На большом количестве Початков Чтобы сохранить Генетическое разнообразие Популяции А также Рекомендуется Брать семена С середины Початка Сбор Семян Осуществляется Путем Трения Кукурузы Руками Защищенными Перчатками Всегда Нужно Помещать В пакет Этикетку С названием Сорта Вида И Года Производства Семян Потому что Иногда Надпись На пакете Может Стереться Несколько Дней Пребывания В морозильной Камере Уничтожит Личинки Паразитов Семена Кукурузы Для попкорна Зубовидной И кремнистой Кукурузы Имеют Всхожесть 5 лет Но Могут Сохранять Всхожесть До 10 лет Семена Сладкой Кукурузы Имеют Схожесть 3 года Эту Способность Можно Продлить За счет Хранения В морозильной Камере Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...